Здравствуйте! На «Россия-24» итоговая программа «Вести Ульяновск» и в этом выпуске. Судьба страны галочкой в бюллетене. Россия выбирает президента. Рассказываем, как проходят голосования в Ульяновске. В подъезде, дома и даже на льду. Дать денег на развитие промышленности и поддержать ветеранов СВО. Полпред Игорь Комаров посетил Ульяновск и договорился с губернатором о решении важных задач. Великая, могучая и родная. В ГТРК в Международный день «Рек» устроила телемарафон. Ульяновцы рассказали о своей «Волке». Главное событие этой недели – президентские выборы. Мы выбираем главу государства. Всего четыре кандидата в бюллетенях – Владислав Дованков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Все они обозначили приоритеты своей избирательной программы в ходе кампании. И в регионах за кандидатов агитировали доверенные лица из числа общественных активистов или партийных соратников. Так что к сегодняшнюю дню избирателям понятно, за кого они голосуют. Выборы начались 15 марта и закончатся сегодня в 20.00. Трехдневное голосование – это удобно. В первую очередь избирателям, так как не все успевают в течение дня дойти до участка по разным причинам. Для тех, кто не может выбраться из квартиры в силу возраста или болезни, организовано голосование на дому. Предварительно волонтеры избиркома прошли по адресам и выяснили, кто собирается на участке, а кто нет, выясняя также причины, отказы и варианты необходимой помощи людям. Временно уехавшие из нашей области оформили открепительные документы и проголосовать они могут в другом месте. В эти выборы также применяются КАИБы, видеонаблюдения и специальная маркировка для сейфов, в которых хранятся бюллетени, использованные за первые два дня. В пятницу в ПЕД-университете открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Там работают юристы и правозащитники, которые обеспечивают максимальную легитимность процесса. Они отвечают на вопросы избирателей и помогают наблюдателям в решении спорных вопросов на участке. Если мы выявляем какое-то нарушение, а вот в частности мы уже заметили определенные недостатки, на нескольких участках камеры заглядывают в кабинки для голосования. Мы связываемся в такой ситуации с председателем участковой избирательной комиссии и просим кабинки немножко сдвинуть в сторону для того, чтобы камеры непосредственно туда не заглядывали. А если вопрос идет о каком-то более серьезном нарушении, то, соответственно, мы связываемся с нашими наблюдателями для того, чтобы они объяснили нам, какая ситуация на участке, было такое нарушение или не было. Ну и, соответственно, если необходимо совершить какие-то действия, мы уже рекомендуем нашим наблюдателям их совершить. В центре работает горячая линия по вопросам голосования, и этот номер указан на экране. Вы можете сообщить о спорных ситуациях на участках или фактах нарушений. Информация сразу будет направлена в этот региональный штаб общественного наблюдения за выборами Ульяновской области. А в субботу общественный центр наблюдения посетил Алексей Русских. Губернатор выяснил, что за два дня выборов туда не поступало сообщение о нарушениях, а значит, процесс идет в штатном режиме. Глава региона высоко оценил профессиональную работу общественных наблюдателей, выразил уверенность, что такой центр будет полезен и на других выборах в будущем. В Ульяновской области сейчас работают 940 избирательных участков. Каждый день с 15 марта они открываются в 8 часов и работают до 20.00. На участке находится комиссия наблюдателей, представители полиции. Процедура голосования проходит традиционно. И на одном из избирательных участков с утра работают мои коллеги на связи со студией Гульнара Шарипова. Добрый день, Гульнара. Расскажите, где вы сейчас, как идет голосование и какая явка избирателей в регионе на данный момент? Сергей, здравствуйте. Сейчас мы находимся на избирательном участке в городском лицее при ОЛГТУ. В третий день избирательного марафона здесь многолюдно. Люди активно идут на участок. За первые два дня голосования только здесь проголосовали больше двух тысяч человек. Приходят по одному и целыми семьями. Дети – наше будущее. Надо думать о будущем. Тоже детей приучаем к тому, чтобы они делали в дальнейшем, голосовали и также участвовали, были патриотами своей страны. Мы живем в России, все заинтересованы в ее дальнейшем развитии, в ее безопасности. Почему пришли? Потому что я всегда говорю на этот ответ – гражданская моя позиция. Активно на выборах и молодежь. За первые два дня голосования по всему региону. Почти 50 тысяч избирателей в возрасте от 18 до 35 лет отдали голос за своего кандидата. Ну а впервые голосующим на избирательных участках вручают брошюры с Конституцией Российской Федерации и сувениры. Молодежь приходит с друзьями, со своими девушками. Девушки, которые не прописаны по нашему адресу, например, они ожидают. Избиратель делает свой выбор, то есть сопровождает. Это тоже очень отрадно. То есть это коллективное такое проведение мероприятия. На этом же избирательном участке сегодня голосует и председатель избиркома Ульяновской области Юрий Андриенко. И сразу же на месте голосования озвучивает нам последние данные о явке. Около 58% избирателей Ульяновской области проголосовали уже на выборах. Уже проголосовали на выборах. У нас еще до конца, до окончания голосования еще много-много времени. Третий день мы наблюдаем достаточно высокую активность на избирательных участках. У членов комиссии прекрасное настроение. Они все заявки, которые были от наших избирателей, в основном удовлетворили. Я имею в виду голосование на дому. То, что еще не успели пройти, обещали, что до конца дня завершать эту работу. Но в целом я считаю, что выбор у нас проходит организованно, очень так спокойно. Чтобы принять участие в выборах, у жителей Ульяновской области есть еще несколько часов. Избирательные участки работают в регионе до 8 часов вечера. Спасибо. Спасибо. За ходом голосования мы продолжаем следить. Также вы можете наблюдать за этим процессом на страничках в соцсетях или на сайте Ульяновского избиркома. Предварительные итоги голосования мы будем подводить завтра в утренних блоках Вести Ульяновской. В первом большом выпуске в 9.00 присоединяйтесь. Одними из первых проголосовали в пятницу руководители региона и областные депутаты. Алексей Русских поставил галочку напротив своего кандидата в кабине Карлинского избирательного участка. Он прошел все процедуры оформления и регистрации, а затем, уединившись, сделал свой выбор. Очень важно, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, кто не мыслит своего будущего без единой семьи, которая называется Россия, чтобы обязательно все пришли, сделали свой выбор, проголосовали за будущее нашего государства ради наших детей и ради наших внуков. Свой рабочий день с голосования начала полномочный представитель президента России в Приволжье Игорь Комаров. Он отметил, что важно принять участие в главном политическом событии всем жителям Приволжского округа. Мы видим, как динамично развиваются регионы и ПФО и всей страны, как меняется наша жизнь. В послании Федерального собрания президент поставил задачи до 30-го года, которые связаны с ростом экономики, улучшением жизни, условий работы и жизни людей всех. И поэтому, конечно, важно принять участие в голосовании сегодня. Все на выборы. Голосовать на родину приехал и сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин. Сергей Николаевич свой выбор делал в стенах технического лицея на Радищево. Он был собран, деловит. Видно, что к процессу подошел очень ответственно. Государственный деятель считает, что каждый обязан принять участие в судьбе своей страны. Где мы? С цивилизационным, в кавычках, Западом, который навязывает чуждые нам ценности? Или мы же все-таки сохраняем свою самобытность, историческую культуру, традиции и ценности, которыми жила тысячелетняя Россия? Поэтому, я думаю, мотивация именно в этом заключается. И многие понимают, не только политики, каждый гражданин понимает. И поэтому явка такая. Из городских ВИПов первым проголосовал глава города Ульяновска Александр Балдакин. В пятницу прямо из рабочего кабинета он направился на избирательный участок в шестую школу. Там ему вручили бюллетень, в котором он и сделал выбор. Очень быстро, уверенно, не сомневаясь в правильности решений. По словам главы города, администрация позаботилась о том, чтобы доступ к избирательным участкам был чистым, а их в Ульяновске 262 работало в них освещение, отопление и не было проблем. А еще мэр распорядился сделать общественный городской транспорт в дни голосования бесплатно. В перечне трамваи, троллейбусы и муниципальный автобус. Одна из любимых цитат молодежи – «В чем сила, брат?» Ответ вы все знаете – сила в правде. Так, кстати, называется передвижная выставка поезда музея, который курсирует сейчас по регионам России. В его вагонах собраны документальные подтверждения доблести нашей страны. Уникальные фотографии, коллекции орденов и медалей не только времен Великой Отечественной войны, но и современных подлингов. Много иллюстраций СВО. В центре внимания обычные жители России, которые приняли вызов враждебному миропорядку и отстаивают простые общечеловеческие ценности. Поезд прибыл в Ульяновск в первый день выборов, и сотрудникам музея голосования устроили прямо на рабочих местах. Современные средства защиты и бюллетеней гарантируют сохранность этих голосов. Уже сегодня они будут подсчитаны с миллионом других отмеченных благ. Одни голосуют в поезде, а другие в автобусе. К жителям Протопоповки избирательный участок приехал сам. Вместительный автобус с членами комиссии, урной для голосования и кабинкой. Все как положено. Сельчан переписали, проверили и выдали им бюллетень. На самом деле уже голосование с использованием дополнительной формы голосования появилось не впервые. Уже третий раз мы используем такую форму доступности населения для реализации активного избирательного права. Дело в том, что здесь, в деревне Протопоповки, нет избирательного участка. Ближайший находится в 7 километрах в селе Лаишевка. Не все имеют возможность приехать туда и в дни голосования дать свой голос за конкретного кандидата. Поэтому избирательная комиссия максимально содействует тому, чтобы граждане могли непосредственно рядом с домом подойти, также при определении паспорта проголосовать. Причем сам автобус также оборудован как стационарный избирательный участок. После голосования сразу на праздник. Деревня отмечает еще и масленицу. Под зажигательные песни и хороводы с блинами и хорошим настроением. У нас в деревне такого праздника давно уже не было. И он очень иногда бывает. Мне очень понравилось. Буду к дедушке вдвойне чаще ездить. Но самое необычное голосование прошло в Старой Майне. Избирательный участок разместили рядом с рыбаками. Любители зимней ловли не удивились такому явлению. Наоборот, воодушевленно голосовали. Но тут стоит оговориться, процедуру доверили лишь тем, у кого были открепительные листы. Потому что на всероссийских соревнованиях по зимней рыбалке мастера были даже с Урала. Из 80-х спортсменов один мастер спорта международного класса и 27 мастеров спорта России. Иначе говоря, состав участников Кубка страны по зимней рыбной ловле в Старомайнском районе вполне серьезный. Формат этот совершенно неизведанный, потому что раньше зимняя блесна классицировалась всегда с тем, что рыбу нужно найти прежде всего. Найти на каком-то месте, и потом по уже знакомым точкам ты ходишь и ловишь. А здесь все будет по-другому. Здесь зоны, в которых тренировки запрещены. Помимо новых правил, спортивным рыболовам пришлось приспосабливаться и к условиям. Поволжская зима поспособствовала. Толщина льда сантиметров 80-90, следом воды сантиметров 15 такой каши, очень приятная на ощупь. Ну и снега сантиметров 30. Классно бурится, вообще бура не хватает. И погода одна из причин, по которой гости Ульяновской области надолго запомнят соревнования. В самом начале сезона зимней рыбалки здесь же в Старомайнском районе намеревались провести еще одни соревнования. Однако они так и не состоялись. Лед на тот момент был слишком тонким и выходить на него было попросту опасно. Еще одна причина, по которой этот кубок страны запомнится надолго – голосование. Из-за капризов природы откладывать турнир было нельзя. Но участники, выезжая на состязание, не забыли и про открепительные удостоверения для участия в выборах президента. Я считаю, что проголосовать-то все равно обязательно. В принципе, не знаю. Гражданская ответственность, обязанность. Вот и все. На госуслугах открепительные оформил, без проблем все. Несмотря на временный статус пункта голосования, здесь практически не было отличия от стационарного участка. Даже импровизированные кабинки присутствовали. Для нас самая главная задача – это избиратель. И чтобы он смог проголосовать. И у нас все для этого организовано. Даже присутствуют наблюдатели от общественной палаты. Для Старомайнского района это первый опыт организации такого голосования. Но ни у голосовавших, ни у наблюдателей вопросов и претензий к организации процесса не возникло. Ящик для голосования после того, как все имеющие открепительные удостоверения сделали выбор, отправляют в участковую комиссию. Игорь Кранцев, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Старомайнского района. Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-24». Продолжаем выпуск. В Ульяновске и Димитровграде проходит викторина под названием «Любимый город». Цель акции – привлечь внимание жителей, гостей региона к истории и культуре нашего края. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету с вопросами и передать ее волонтерам. В призовом фонде 9 автомобилей и тысячи разных призов. А вот как и где получить этот бланк, расскажут мои коллеги. Тысяча подарочных сертификатов и 9 автомобилей. Таков призовой фонд викторины «Любимый город». Она проходит с 15 по 17 марта. Принять участие может практически каждый. Достаточно знать историю и интересные факты о Симбирском крае и ответить на вопросы о Бульяновске и регионе. Флайеры раздавали наши волонтеры по всем торговым центрам. Все желающие, кто хотел принять, хочет принять, могли взять эти флайеры, заполнить, ответить правильно на вопросы, которые указаны прямо в этом флайере, и сдать также нашим волонтерам. Именно ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций и стала идейным вдохновителем викторины. И уже по итогам первого дня из числа правильно ответивших на вопросы определились десятки обладателей сертификатов и два победителя, которым достались главные призы – автомобили. Счастливчики – целые семьи Батяевых и Лукьяновых. В год семьи получилось весьма символично. У последних трое детей – Варвара, Добрыня и Забава, как в сказке шутят супруги. Про выигрыш можно сказать то же самое. Бежит моя дочь ко мне, я занимаюсь малышами, бежит, говорит, мам, тебе звонят, я так нехотя беру телефон, думаю, реклама. Беру трубку и молчу, а там голос – вы выиграли автомобиль. До этого дочь говорила, мама, я обязательно подарю тебе машину. Тут она приходит со школы, приносит мне викторинку-буклетик и говорит, мам, на, это вот тебе, может, выиграешь. По словам организаторов, аналогичные розыгрыши призов проведут и среди тех, чьи ответы получены в другие дни проведения викторины «Любимый город». Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Сегодня мы выбираем не только президента. Нам, ульяновцам, необходимо отдать голос за объекты благоустройства. Нужно определиться с проектами 16 общественных территорий. В первую очередь для нас самих же, мы же в этом городе существуем, это наша Россия, наша Родина. Мы в первую очередь должны это все как-то развивать, участвовать в этом развитии. Ну и мы же для себя все-таки делаем это. Проголосовать за дизайн проекта можно на сайтах госуслуги и «За город среда», так называется, «За город среда» в разделе «Ульяновск». Сегодня последний день, поспешите, сделайте свой выбор. На этой неделе «Ульяновск» посетил полномочный представитель президента России в Приволжье Игорь Комаров. Он следит за выполнением стратегических задач в сфере региональной промышленности, строительства и привлечения инвестиций. Первым пунктом рабочей программы гостя стал автомобильный завод. Там ему показали сборку вездехода «Арго», производство которого запущено в сентябре прошлого года. Отечественная компания в кратчайшие сроки начала сборку по полному циклу со сваркой и окраской, и за полгода выпустили около трех тысяч таких грузовиков. Сейчас мы запустили сборку в заводах. Будем делать обработку кратчеров, которые сами, как минимум, влече наше. То есть все это за счет того, что мы не будем транспортировать. Логистические контракты, это будет так существенно сократиться. Новый виток в развитии ульяновской автопромышленности дадут соглашения, подписанные губернатором региона и представителям отечественной компании в присутствии полномочного представителя президента России в Приволжье Игоря Комарова. Одно из них предполагает вложение средств в производство по выпуску новых компонентов УАЗ и Солерс. Динамично и хорошо развивается региона по основным показателям. Действительно, в числе передовиков показывают хорошие результаты. Это по объему промышленного производства. Как уже говорил, 112%. В прошлом году УАЗ выпустил 39 тысяч автомобилей. Многие из них поставляются не только по России, но и в Белоруссию, Казахстан и Армению. Положительные тенденции намечаются и дальше, учитывая новые возможности завода. Игорь Комаров посетил также в Ульяновске новый реабилитационный центр для участников СВО. Лечебницы помогают восстановиться после операции раненым бойцам. Они проходят физиотерапию и медикаментозное лечение под наблюдением инструкторов и врачей. Ранение ноги Андрей Быков получил, когда один из дронов Камикадзе упал всего в паре метров. Позади уже два этапа реабилитации. Третий мужчина проходит в новом Ульяновском профилактории. До приезда сюда, например, я по лестнице спускался одной ногой. А сейчас я могу даже без палочки, на перила опираюсь, но гораздо легче сейчас работать. В центре реабилитации созданы все условия, чтобы помочь военным быстрее встать на ноги. Это и опорно-двигательная система. Закуплена у нас также кислородная ванна. Она единственная в Ульяновской области, которая есть вообще в подобных санаторно-курортных организациях. Очень серьезное оборудование здесь экзоскелетом представлено. Это оборудование позволит нам приблизить их возможность к тому, что они смогут все-таки самостоятельно дальше себя обслуживать и, может быть, даже ходить. Реабилитационный центр в Ульяновске заработал ровно месяц назад. За это время поправить здоровье здесь уже смогли почти 80 человек. Курс рассчитан на две недели, а единовременно проходить реабилитацию в центре могут сразу 100 пациентов. Воспользоваться услугами центра могут не только участники спецоперации, но также их близкие. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке не только военных, окружить теплом и заботой важные членов их семей. Мы все делаем для людей, конкретных людей, которым требуется эта помощь, которых мы всю эту систему создаем. Все наши дела, они проявляются конкретных людей. У нас каждая семья на контроле, на каждую семью завели паспорт со всеми проблемами нашей службы соцзащиты. Их задача максимально быстро и беспроволочек решать все проблемы. Пол предпрезидента отметил, чтобы центр открыл свои двери, а руководством области проделана серьезная работа. По словам Игоря Комарова, в России создана целая система, которая направлена на поддержку участников СВО и членов их семей. Власть на местах должна и впредь делать все возможное, чтобы те, кто ждет дома самых близких, чувствовали, что они не одни. Артем Петров, Александр Рассохин, Вестя, Ульяновск. На стадионе «Динамо» впервые был разыгран кубок по лыжным гонкам среди бывших участников СВО. Он состоялся в рамках чемпионата имени советского героя Виктора Каштанкина. Мы видим на экране Сергея Притулу. Он родом с юга и на лыжи впервые встал в армии. В армии у нас был переход именно через нашу Волгу 5 километров. Плюс это в экипировке, совсем омундирование вместе. Очень трудно. Практически можно сказать, что рота вся уходила вперед. Я самый южный, самый последний находился сзади. Ну и несмотря на это, шагал-шагал вперед на лыжах. Полюбил. Основная задача чемпионата при общении людей с инвалидностью к спорту. Это занятие дает не только силы уверенности, помогает также адаптироваться в обществе. На большой экран вышла новая российская кинокартина под названием «Позывной пассажир». Это недавняя история героев Донбасса, ополченцев, которые первыми начали сдерживать натиск майдановских нацистов. Фильм реалистичный, жесткий и свидетель о реальных событиях под впечатлением от документальности увиденных кадров. В Ульяновске на премьере побывал мой коллега Эдуард Истомин. И он расскажет, что думает по этому поводу зрители. Одно из достоинств фильма – сценарий. В его основе роман Александра Проханова «Убийство городов». Событие на Донбассе после Майдана и в стране с десятилетней давности. Важно было показать, как все начиналось и почему это привело к спецоперации. Мы ставили себе задачи, и какая программа минимум, если даже те люди, которые по-другому, скажем так, более интеллигентно мыслят, задумались вообще над чем, почему, как и за что встал народ на Донбассе в 2014 году. Жизнь сыграла в перевертыши с героем Антона Шагина. Молодой гламурный литератор, отправившись на поиски брата, понял, что на Донбассе иная реальность, не такая, как в столице. И ему пришлось определиться, взяв автомат в руки. «Я очень надеюсь, что это кино тех неопределившихся людей хотя бы заставит задуматься о причинах СВО, о причинах вообще этой страшной трагедии, по сути, гражданской войны». Над созданием ленты трудились реальные ополченцы, а еще артисты, побывавшие на Донбассе. Все события на экране не потому, что так надо, а потому, что так правильно. При этом сама картина ведет диалог со зрителем, заставляя его думать и переживать. «Все это на самом деле настоящее, как бы все это происходит на реальных событиях, то есть это все происходит и сейчас, когда наших парней убивают». «Очень качественно, хорошо, атмосферно снятое кино. Я советую его посмотреть каждому уважающему себя мужчине. И с малых лет тоже нужно подготавливаться к тому, что мы мужчины, мы должны быть готовы постоять за свою семью, за свой дом, за своих родных и близких». «Лично меня он задел прямо за самую душу, потому что так четко все описывается. У меня вот сейчас там папа, и вот очень переживаю». «Радует то, что у нас все-таки честь, она превыше всего. И понимание, что за свой народ, за свою семью мы все равно встанем горой». Кино о Донбассе оставляет тяжелое, но глубокое послевкусие. А главное – несет понимание произошедшего. Фильм, раскрывая суть событий, дает точный эмоциональный выстрел прямо в сердце. Эдуард Истомин, Михаил Дзержавин, Вести Ульяновск. Около полутора тысяч военнослужащих проходят обучение в Ульяновском региональном центре войск связи. В течение пяти месяцев связисты осваивают командно-штабные машины, оснащенные приборами спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС», цифровые комплексы «Переселенец» и другие современные образцы техники, которые находятся на вооружении нашей страны. Перед выполнением учебно-боевых задач на реальной технике курсанты знакомятся с оборудованием на 3D-моделях, с использованием виртуальной реальности. Учебный центр готовит младших специалистов по 11 военноучетным специальностям, начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станции, а также мастеров по ремонту. По окончании подготовки курсантов распределяют по армейским частям. К юбилею Юрия Гагарина в Ульяновске открылась тематическая плакатная выставка. В экспозиции впервые представлены три литографированных портрета космонавта в исполнении чешского художника Яна Микиша. Первое изображение Юрия Гагарина реальное, в шлеме, в темном, он довольно ярко выглядит. Это реальность. Второе изображение призрачное, оно как мечта. И третий портрет в рамке с красной розой олицетворяет уже саму мечту, сбывшуюся, исполнившуюся. Выставка открыта в музее метеорологической станции Симбирско-планетарий. И работать она будет до 28 апреля. И на этой выставке уже побывали участники всероссийского автопробега, который посвящен Юрию Гагарину. Эта колонна движется из Москвы в Байконур с остановками в городах. Одним из пунктов марафона стал Ульяновск. Прежде всего, олицетворение наших успехов как страны, как именно великой страны, которая победила войну и после этого нашла в себе силы и возможность опередить весь богатый индустриальный мир и выйти первым в открытый космос. И сейчас он продолжает для нас уже по профессиональной деятельности оставаться ориентиром не только как профессионал, но еще и как человек. Это из нашей истории. Мы должны все, знаете, помнить. Сам пробег, он начался в Москве. Он проходит через города, музеи, связанные с жизнью Юрия Алексеевича Гагарина. Где он был, где он работал, где он учился. Участники пробега не только знакомятся с тематическими музеями в городах России, но и сами просвещают молодежь о подвиге Гагарина и величии советской и российской космонавтов. В Международный день рек, который отмечался 14 марта, региональные филиалы ВГТРК объединились в уникальный медиамост, который связывает 8 федеральных округов страны, и показали все эти материалы на платформе «Смотре». Мы вместе с коллегами из 14 регионов Приволжья сделали зарисовки Волги. Каждый свой территориальный участок реки. Вашему вниманию наша Волга, Ульяновская. Давайте вспомним, какая она великая и красивая. Волга обрастала городами, как жемчужинами, создавая симбиоз людей и стихии, влияя на их историю, питая их своей энергией. Ульяновск, город на Волге, известен всему миру как родина Ленина. Жители разных континентов, выясняя, где родился вождь мирового пролетариата, узнают и о величии могучей русской реки. Но для местных она не только русская, она и татарская, и чувашская, мордовская и даже немецкая. Самые древние, финно-угорские племена, которые первыми освоили берега реки, нарекли ее «святой» или «светлой». Именно так с их языка переводится Волга. Славяне, поселившиеся по соседству позже, приняли это название. Персы и арабы, которые путешествовали в Средневековье по Великой реке, знали ее с доисторических времен как «Ранха» или «Ра». Где-то текущие там, на краю света. А вот булгары придумали реке свое имя. Ити. В Ульяновский регион Волга входит из Татарстана, разливаясь морем в ширину на 40 километров и стремительно сужаясь к Ульяновску до двух, давая городу возможность переправы. Эти 2000 метров легко вплавь преодолевают спортсмены, устраивая ежегодный заплыв. Здесь же, в этом горлышке, и одно из самых глубоких мест реки. Под Императорским мостом водолазы отметили точку в 41 метр. По этому показателю, Ульяновская Волга является второй в таблице рекордов реки. Уникальной исторической достопримечательностью является и сам мост. В 1916 году он решил вопрос железнодорожного сообщения между Центральной Россией и Сибирью. Такие переправы были и в других местах Волги, но этот был короче и удобнее. Европейцы восхищались конструкцией моста, особенно его длиной, но они и представить не могли, что почти через сто лет в этом же месте на реке будет побит еще один рекорд. Президентский мост, открытый главами двух государств, в начале третьего тысячелетия стал самой протяженной речной переправой в России. Его длина составляет без малого 13 километров, шесть из которых непосредственно над водой. В сутки мост пропускает до 30 тысяч автомобилей. Обе переправы имеют стратегическое значение для страны. Через Императорский мост в годы Великой Отечественной войны на Урал и в Сибирь шли эшелоны с эвакуированными предприятиями, возвращаясь обратно с сырьем для заводов под Москвой, с оружием и продовольствием. Другой, современный мост, обеспечивает удобную транспортную логистику в наши дни, способствуя быстрому развитию промышленности и торговле государства. Но волжские переправы в Ульяновске относительно молодой способ решения транспортных задач. Сама река с древних времен отлично справляется с этой функцией. Торговые ладьи викингов и персов в Средневековье, пароходы и баржи в эпоху зарождающегося капитализма, метеоры и круизные лайнеры в наше время. А с 2023 года еще и часть Международного водного пути – север-юг. Чем же еще удивляет акватория Волги на территории Ульяновска? На левом берегу реки, сразу за Императорским мостом, находится уникальное инженерное сооружение, аналогов которому нет в России. Это дамба. Она защищает от воды жилой район, расположенный ниже уровня реки на 12 метров. В случае прорыва конструкции, дома затопило бы в считанные минуты до четвертого этажа. Но этого не будет. Потому что укрепление сверхнадежное, а воду в грунте круглосуточно откачивают 24 насоса. С 1957 года конструкция ни разу не подвела. Эту дамбу построили, когда было принято решение о создании Куйбышевского водохранилища, одного из самых крупных на Волге. Если встать на берегу в районе села Ундеры и посмотреть поперек реки, то противоположной стороны не увидеть. Из-за этого местное водохранилище прозвали морем. Волга в районе тех же Ундер напоминает нам и о другом море, которое плескалось в этих краях 60 миллионов лет назад. Река, могучим течением подмывая правый берег, обнажает исследователям древнюю историю, окаменелости морских рептилий, отпечатки диковинных раковин с перламутром, остатки городищ первобытных людей. Этими находками заинтересовался первым симбирский дворянин Петр Языков, положив начало российской палеонтологии. Найденную окаменелостью он показывал и Пушкину, когда тот заезжал в гости к братьям в поисках истории о Пугачеве. Да, Пугачев был на Волге, в Симбирске, куда его доставил граф Суворов, и Пушкин хотел посмотреть это место. Симбирская Волга стала погибелью и для другого бунтаря – Степана Разина. В 17 веке он, сокрушая своими ладьями все на своем пути от Астрахани до Самары, сломал копья на этом берегу. Этим фактом уже вдохновлялся будущий революционер Володя Ульянов. Подростком он бродил по местам былой битвы на берегах Волги и Свияги, представляя звон сабель и грохот пушек у симбирского Кремля. Спустя годы уже возмужавший Ленин возглавит восстание народов России, свергнув главу Временного правительства, своего волжского земляка Александра Керенского. Волга своими просторами, могучей энергией вдохновляет сынов не только свободой. Она рождает таланты – художников, поэтов, писателей. На ее симбирских берегах сочинял обрыв гончаров, думал о стране карамзин, останавливал время в картинах пластов. И сегодня Волга, поднимая шумные волны, ломая скрипучие льды, будоражит умы юных, будущих конструкторов, воинов или политиков, которые, оказавшись вдалеке от дома, гордо скажут – «Я волжанин! Я с крутых берегов!» Кабы Волга, матушка, да вспять побежала, Кабы можно было Жить начать сначала Эх, кабы зимою Цветы расцветали Кабы мы Любили Да не разлюбляли Этот материал вышел на глобальной интернет-платформе ВГТРК под названием «Смотрим». Там вы сможете найти все выпуски ГТРК «Волга», а также увидеть уникальные материалы медиахолдинга, которых нет в доступе на других ресурсах. Телевидение, радио, подкасты, а также круглосуточная трансляция всех телеканалов ВГТРК. Подписывайтесь, настраивайте приложение на смартфонах или в ваших телевизорах. Оно так и называется – «Смотрим». На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Весть Ульяновск» на «Россия-24». Напомню, что первые итоги голосования мы будем подводить завтра в утренних выпусках новостей «Весть Ульяновск», в утренних блоках, а также в 9 часов в расширенном выпуске в прямом эфире. Присоединяйтесь, посмотрим, кто побеждает. Далее после этого выпуска встреча со стоматологом. Он расскажет, как ухаживать за своими зубами, а беседовать с ним будет Елизавета Корнилова в авторском проекте «За обедом». Я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»